Может ли рождённый свыше христианин уйти в мир? Может ли он, уходя в мир, потом снова вернуться к Богу через какое-то время? Это очень интересный вопрос, который мне задают верующие. Исходя из своего личного опыта и из той практики, которую я встречал в своей жизни, в своём служении, я могу однозначно сказать, что да, такое возможно. Я знаю, что многие христиане не согласятся с моей точкой зрения и скажут, что рождённый свыше в мир уйти не может. А если он ушёл в мир, значит он не был рождённый свыше, он был от дьявола и поэтому ушёл в мир. Ну, таким образом они только лишь добивают падших и смотрят на них с презрением. Но я не из этой гордой обоймы фарисейско-саддукейских взглядов. Я вижу всё по-иному. Лично я знаком с такими верующими, которые уходили в мир на какое-то время, они тухли своим духом по отношению к Богу, и уходили в мир в связи с различными сложившимися ситуациями в их жизни, в которые они не находили ответов и уходили от Бога на какое-то время. Потом, через некоторое время, они реально возвращались к Господу Богу. За что я благодарен Иисусу Христу и считаю это прекраснейшим свидетельством Божьей благодати. Даже Иисус Христос, когда рассказывал притчу о блудном сыне, Он упомянул об одном из братьев, который взял и ушёл в чужую страну, и расточил всё имение, и потратил на блудницы, и так далее. В оконцовке оказался у свиного корыта, ну и, в общем, вернулся после того, как рожками насытился, и отец даже заколол ягнёнка и устроил в доме пир. Вы думаете, это притча про грешника? Да нет, конечно. Тут идёт речь между сыновством и отцовством. Это хороший пример и прообраз на верующего человека, для которого Бог – Отец, то есть этот человек рождён свыше, и Бог назван его Отцом. Так он от своего Отца Бога уходит в мир. Это не только можно к грешнику это отнести, но вторая сторона – это очень-очень хорошо подходит к верующему человеку, который возвращается, а там братец его в церкви, так скажем, в доме Отца работает, не покладая рук. А тут приходит какой-то брат, который в мир ушёл, разгулялся, и пришёл там потрёпанный весь, объевшись, рожек свинячих. И сын даже обиделся, ему грустно стало, что вот так его отец благословил, перстень даже на руку одел. А перстень власть представляет. Одел его в хорошую одежду, пир устроил. А то это из-за ревности, да? Я тут отец тебе служил, а ты для меня такого не делал и так далее. Зависть – плохая вещь, и её сегодня полно в церквях. Ну ладно, давайте смотреть дальше. На своей практике, да, я это неоднократно видел. Мне люди звонят с разных стран, с разных городов, русскоговорящих, соответственно. И уже неоднократно люди мне свидетельствовали, что даже благодаря моим проповедям, после того, как они уходили в мир, уходили от Бога, но находили мои проповеди на Ютубе или где-то ещё в другом месте в социальных сетях, и благодаря моим проповедям возвращались к Господу Богу и начинали пламенеть в вере. А также очень много, которые даже ходят в церковь, но уже давно потухшие в вере. Но они мне свидетельствовали, что наткнулись на мои проповеди и начали гореть для Господа Бога. Да, я уверен, что из тех, кто слушает сейчас это видео, такие люди также находятся. Их очень много на самом деле. Лично я знаю одного проповедника, который проповедует на Ютубе. Я вам, конечно же, не скажу, кто он. Никто никогда не узнает, кто он. Но когда он первый раз мне позвонил, он был пьяный, с сигаретой в зубах. Наверное, если бы я был фарисеем и саддукеем, наверное, я бы его проклял бы и сказал, что он в ад идёт и так далее. Но я не добиваю падших, в отличие от вас, фарисеев и саддукеев. И я стараюсь падших подымать. Для меня не важно, как низко ты упал в блуд, в пьянство или в курение. До тех пор, пока ты живой и не умер, у тебя всегда есть шанс вернуться к Господу Иисусу Христу. Так вот, и сейчас этот проповедник проповедует неплохие проповеди, кстати, говорит. И Бог его поднял. И это доказывает ещё раз любовь к Божьим. Мне свидетельствовали люди, которые на 10 лет уходили от Бога в мир. И через 10 лет возвращались. Это чудо на самом деле. Это чудо. Так вот, по какой причине рождённый свыше может уйти в мир? По элементарной простой причине. Вспомните притчу Иисуса Христа о четырёх видах почвы. Одно падает при дороге, другое на камень, третье в тернии. И только лишь четвёртая почва, добрая почва, приносит плоды во сто крат. Эта притча Иисуса Христа, этот рассказ, образ, служит хорошим примером не только лишь на грешника, которому вы проповедуете, там при дороге посеялось, там, там. Нет, это также к верующим относится. Эта притча в вашей жизни может исполняться и проявляться на протяжении даже нескольких лет. То есть, через несколько лет твоё сердце, если ты не ухаживаешь за ним и не работаешь над почвой своего сердца, ты можешь остыть, и твоё сердце может быть засеяно сорняками. И слова Иисуса Христа сбудутся в твоей жизни через 10, 15 или 20 лет твоего христианства. Это факт. Да? То есть, христианин постоянно должен возделывать почву своего сердца с момента нового рождения. Он постоянно должен обновляться Духом Святым и Словом Божьим. Как говорится, что мы Духом обновляемся со дня на день. Это факт. Мы должны обновляться всегда. Обновлять свой ум Словом Божьим и очищать. И потому что именно Слово Божье очищает нас. Если рождённый свыше перестаёт пламенеть Духом, а он может перестать пламенеть Духом, это правда, то он находится в зоне риска ухода в мир. Но что происходит с христианином, который остывает Духом? Ну, соответственно, он начинает жить по плоти. А если он начинает жить по плоти и не горит своим Духом для Бога, он уходит в мир. И тут уже остаётся рассчитывать на молитвы святых, которые будут за него ходатайствовать, и на благодать Божью. Остаётся нам надеяться, что человек не переступит окончательно черту. Но я считаю, что до тех пор, пока человек не скатился в полное богохульство, ему всегда есть надежда вернуться к Господу Богу. Я свидетель таких вещей, когда люди возвращались к Богу после того, как они остывали. Лично я за свой 20-летний опыт христианства остывал тоже в вере. У меня опускались руки. Я, конечно же, не уходил в мир, чтобы пускаться во все тяжкие грехи. Но я реально остывал в вере. У меня были периоды жизни, когда я не молился по 2 месяца, может и больше. Не читал вообще Евангелие. Я полностью остывал в своей вере. Ну и вёл такой просто дрейфующий образ жизни. Утром встал, поел, пошёл на работу. На работе работаешь с неверующими. Добой назад пришёл. То есть, ну вот такой, никакой образ жизни дрейфующий. Хотя в грехи я там не пускался с грешниками. Вёл, так скажем, благочестивый образ жизни, если это можно так назвать. Но имею в виду, я в грехи не пускался ни в какие. А то, что я был полностью остывшим христианином, это да. И возможно, если бы это затянулось ещё на долгие месяцы и годы, может быть, я и начинал бы вести вообще мирской образ жизни. Потому что, когда ты остываешь, к тебе нет силы духа противостоять дьяволу. То есть, он будет тебя бить, нокаутировать, поражать тебя. Ты не сможешь не то что защищаться. Ты просто даже вставать не сможешь. Ты будешь просто лежать. И тебе останется просто как овца. Блеять. Иисус, приди и помоги. И в действительности Иисус приходит и помогает таким людям. Это факт. Это правда. Поэтому, да, рождённый свыше может своим духом остывать. Когда Бог зажёг твой дух, светильник, дух человека, это светильник Господний. Бог зажигает твой светильник, твой дух, чтобы ты излучал свет. Но светильник постоянно фитилём. То есть, вы знаете, как у светильника, в старину были светильники, фитиль в масло. И твой фитиль твоей веры всегда должен быть погружён в масло Святого Духа. А где масло брать? То есть, масло же в светильнике может кончиться. Маслом нужно исполняться, наполняться. Масло – это дух святой. То есть, ты как верующий должен наполняться духом святым, чтобы твой фитиль веры твоей всегда горел. Таким образом, ты растёшь в Духе Святом, ты возрастаешь, и у тебя практически нет искушения какого-то свернуть с этого узкого пути. Но если ты духом не исполняешься, не молишься духом, не подкидываешь, так скажем, Слово Божье, не засеиваешь в сердце, не наблюдаешь за своей почвой, ты всегда в зоне риска остыть. Это первый шаг. Ты остываешь в вере. Второй шаг – ты уходишь в мир. Это факт. Каждый из нас находится в этой зоне риска. Ведь после рождения свыше и наполнения Духом Святым, Бог же не делает вас зомби таким, знаете, запрограммированный как робот биологически на непогрешимость. Нет! Вы человек со свободной волей, вы действуете в свободной воле. Дух Святой реально освобождает вас от греха, от болезни, от зависимости. Это реальная свобода от Иисуса Христа. Ведь написано, что Сын Божий пришёл разрушить дела дьявола. И вот когда дела дьявола в твоей жизни полностью реально разрушены, но это не означает, что ты дальше теперь плывёшь по течению и всё у тебя прекрасно. Нет. Ты должен всегда наполняться Духом Святым в молитве. Бодрствовать, трезвиться. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. А поглотить он может остывших в вере, раненых верующих, ослабленных верующих. Поэтому, как говорится, цепь сильна или крепка в меру её слабого звена. Вот если в твоей жизни есть какое-то слабое звено, то вот за вот это слабое звено ты реально должен молиться. Потому что дьявол там, вот в этом слабом звене, может нанести, так скажем, разрыв твоих отношений с Богом. И потом путь восстановления может быть сложным на самом деле. Поэтому нужно всегда бодрствовать и хранить себя. Иисус сказал это даже ученикам. Когда он молился, он их просил, бодрствуйте и трезвитесь, чтобы что? Чтобы не впасть в искушение. Вот именно когда ты не бодрствуешь в Духе Святом, не трезвишься, то есть всегда разум твой должен сохранять ясность по отношению к Божьему Слову и к ситуациям в жизни, приходящим. До тех пор, пока ты бодрствуешь, практически ты никогда не можешь грешить. То есть ты реально в свободе от греха. Как только уровень твоей веры гаснет, фитилёк, маслом не наполняешься, ты всегда в зоне риска ослабеть в вере. Не бодрствуя, не трезвяясь, ты в зоне риска уснуть. Духом уснуть, потухнуть. И тогда дьявол начинает тебя реально прессовать. Тогда плоть твоя, твоя плоть, которая противится реально Духу, как написано, начинает восставать, похоти начинают плоти реально восставать на твою душу. Поэтому, чтобы плоть твоя смирялась, как говорил Павел, он говорит, я смиряю её и порабощаю каждый день. О чём это говорит? Да это говорит о том, что Павел, если бы не смирял и не порабощал свою плоть, соответственно, в Духе Святом смирение идёт и порабощение, да? Как Писание говорит, что через Духа послушание истине. То есть без Святого Духа свою плоть смирять бесполезно. Это будет только лицемерие и временное подавление, вот так как это я называю, греховной пружины своей. Когда Дух Святой приходит, он вырывает этот корень греха. Но ты должен продолжать бодрствовать и быть трезвым верующим, чтобы не впадать в искушение. И вот пока ты бодрствуешь в огне, ты реально можешь жить и реально можешь вообще не грешить. Как только градусник веры остывает, ты в зоне риска ко греху. Но даже если ты согрешил, у тебя есть всегда возможность вернуться, так скажем, к Господу. Даже Иоанн говорит, дети, возлюбленные, он часто называл церковь. Если бы кто из вас и согрешил, то вы имеете ходатая Иисуса Христа праведника. Он умилостивление за ваши грехи. Если вы ему исповедуете свой грех, то он, будучи верным и праведным, прощает вас. Так что лично я очень много видел, как верующие тухнут, уходят в мир и возвращаются. Я приведу пример. Несколько лет назад я ехал в один город по служению. Я ехал в автобусе, рядом со мной сидела молодая женщина. Ну и я просто начал ей рассказывать об Иисусе, ну просто о жизни, об Иисусе стал говорить. Знаете, я даже не подозревал, что в это время через меня реально с ней разговаривает Святой Дух. Ну потому что я, как обычно, просто говорил девушке. Знаете, оказалось, что эта девушка была бывший член Пятидесятнической церкви, которая ушла реально от Бога в мир. И знаете, когда я увидел, что рядом со мной человек, знаете, она расплакалась, начала каяться. Я вообще сначала не понял. Она расплакалась, начала каяться. Она вернулась к Богу прямо там в автобусе. И она мне рассказала, что она была членом собрания, она посещала церковь, она молилась, потом она ушла в мир. Но вот так, за несколько минут моего разговора с незнакомым мне человеком, Святой Дух через меня, я этого даже не знал, я думал, я с грешником общаюсь. Святой Дух через меня вернул человека к Иисусу Христу. Так что пусть мне никто не рассказывает после этого, что после того, как верующий ушел в мир, ему нет возможности вернуться к Богу. Запомни, у тебя всегда есть возможность вернуться. Как бы ты низко не упал, в какой бы грех ты не зашел, каким бы грехом ты не согрешил, неважно. Петр отрекался от Иисуса Христа, это, наверное, хуже блуда. Ну, чисто я так думаю, да. Отрекаться от Христа, это вообще. Петр трижды от него отрекся. Это хуже, я не знаю, чем человек выпил или закурил. Конечно же, грех это плохо. Но Петр отрекся. И даже Петр, будучи человеком, имеющим ключи Божьего Царства, имеющим власть, будучи апостолом призванным, даже Петр упал. Но когда поднялся, как Иисус ему сказал, ты сможешь укрепить своих братьев. Так что, друзья мои, рожденный свыше может потухнуть. Но у него всегда есть возможность вернуться к Богу. Он не будет жить во грехе и находить в этом удовольствие. Когда я неоднократно гаснул в своей вере и у меня опускались руки, я понимал, что я так жить не могу. Я привык двигаться в духе, я привык общаться с Богом, я привык гореть. Но некоторые жизненные обстоятельства меня так били, что я реально гаснул. Не находя выхода, не понимая ситуацию, может быть, на тот момент по состоянию не совсем, так скажем, понимал происходящее. Но внутри понимал и знал, что я Божий Сын, что я не смогу быть вот таким потухшим всегда. Ну, как видите, сегодня есть то, что есть. Зато я имею большой опыт и могу протягивать руку, так скажем, падшим христианам. Я видел, как падшие христиане возвращаются к Богу. И я видел, как падших христиан добивают так называемые христиане. Что, на мой взгляд, выглядит очень омерзительно. У меня на этом все. Будь благословен, друг. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.